Получает команда Зубры! И тоже предлагаю им исполнить какую-нибудь музыкальную фразу из их выступления. Какую? Честь и честь? Или Ом? Ом, давай, Ом! Нет, Машков! Нет, Машков! Пожалуйста! Песню Ума! Есть еще микрофон? Песню Ума! Тихо! Ума! Тихо! Если нет мозгов, не открывай свой чемодан, если нет мозгов! А победителями в этой номинации, поскольку там всего два места стало, как, наверное, все прекрасно понимают, команда XXL! Они сразу хором идут! Молодцы! 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 К сожалению, у нас нет сейчас уже 18 микрофонов со всех сторон. А у них там газелька припаркована. Они со своим. Без микрофона. Куполинка, куполинка, темная ночка, темная ночка, темная ночка, а где ж моя дочка? Переходим к номинации «Перебивка». Переходим к номинации «Перебивка». А именно команда «Экспромт-1». Первая и единственная. Первая и единственная. Так, 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 ну вот, например, ну вот, например, замечательная номинация под названием «Грим». Я сразу предупреждаю, что на следующий год мы эту номинацию устраним, поскольку вообще непонятно, почему мы это не сделали в этом году. А вы как начали за нее голосовать? Как начали? Просто она, с нашей точки зрения, несколько себя изжила, поскольку раньше, грубо говоря, косметики было мало, и в лес ее никто не носил, вот. А теперь все ее научились возить в лес на машинах, и поэтому все ей пользуются, и в принципе у всех все хорошо. Миша, можешь номинацию сделать за без грима? Да, на без гриме и гримом, понимаешь, гримом. Но, тем не менее, на две команды все-таки так хорошо достаточно голосовать, просто многие команды вообще в этой номинации не писали ничего и никому. Да, конечно, два места есть. Значит, второе место в номинации «Грим» получает команда «Зебры». А победителем в этой номинации, как, наверное, многие догадались, является команда «Овердрайв». Как нам тут подсказывают, если грим тебе не в кайф, приходите в «Овердрайв». Номинация «Мужская роль второго плана». Вот в этой номинации она такая самая спорная получилась, но нам стало так жалко команду готовящих «Доскоры», что шесть «Доскоров» мы их не стали просить делать. Дело в том, что там первое и второе место, ну, первое место с колоссальным отрывом просто. Да, второе заметно, вот поэтому со второго и нести. А после этого еще аж пять команд с разрывом в один голос, ну, поэтому мы им ничего и не даем. Итак, второе место в номинации «Мужская роль второго плана» достается Элвису нашему Пресли в исполнении Саша Савека, команда «Спартанцы». Саша Савека, команда «Мужская роль второго плана» Но конкуренции с обладателями эксклюзивных запасов цемента, мешков и глинтвейно-нефтяных проводов в исполнении Сергея Галушкина конкуренции не удалась. Итак, победитель в этой номинации «Дончик Акскребафи» Сергей Галушкин, команда «Добрые!» Теперь перейдем к номинации «Самое смешное выступление». И на самом деле я призываю все-таки команды обращать внимание на то, что в формате слета фраза о том, что обычно с элементами юмора, а вот не с элементами там оперетты или выдавили. Или давайте тогда пересмотрим формат, или все-таки будем действительно стараться делать выступление с элементами юмора. Или берем это из просто политики. Чисто посмеяться, чтобы им это было. И в этой номинации получилась такая ситуация, что первое место получилось с колоссальным отрывом, а второе, третье и четвертое, они тем не менее осязаемо различаются. Поэтому в этой номинации тоже четыре места. И за четвертое место в номинации «Самое смешное выступление» награждается команда «Баранки Грумп!» Третье место достается команде «Экспронт-1». Второе место команде «Зубры». И первое место с большим отрывом получает команда «Александра Парешина». С чудовищным отрывом. Спасибо. На самом деле очень приятно, поскольку, когда мы репетировали, такое ощущение, что у меня ничего смешного не было. Но спасибо. Спасибо ребятам. Ребята очень постарались. И я хочу сам посмотреть, мне хочется. Спасибо. Перейдем к номинации «Открытие слета». Ее, может быть, мы тоже в следующем году упраздним. Или, может быть, мы упраздним номинацию «Вклад в дело слета». Потому что, как показывают результаты голосования, командующие не понимают, что это такое, чем оно отличается. Да, они равноценны. Чем они отличаются и чего туда вообще писать и по какому принципу. Но, тем не менее, в этом году люди честно голосовали, честно выбирали. Нам сделали два совершенно одинаковых «Откры» в немножко разной цветовой гамме. Миша, один в левый глаз, другой в правый. Стерео будет. И они достаются командам «Бумеранг» за организацию детских выступлений. Точнее, выступлений для детей. Кукольного спектакля. И команде «Экспромт-1» за вот всю ту чудесную, вот, того, чего никогда не было, которое они сделали на слете. Как мы красиво выразились, за развитие формата майского слета. Ну, можно сказать и так. Саша, зря «Газель» отправил. Что, «Оскаров» много будет? А что, мало уже сейчас есть? Перейдем к номинации «Декорации». Тоже в этой номинации, я прям даже не знаю, может ее тоже отменить, потому что я боюсь, что у нас скоро жесткости сцены не будет хватать для всех многотонных конструкций, которые команды сюда привозят из Москвы, возводят здесь в течение пяти дней и так далее. Но на самом деле это красиво, это хорошо, и всем приятно на это смотреть. Третье место в этой номинации, там пришли так, с разницей, но плотненько, получает команда «Островитяне». Овсянкин, фулл-вершин и все такое. Второе место достается команде Александра Порешина, чьи декорации вы можете видеть на заднем плане. Кстати, это очень интересные декорации. Разворотных декораций на колесах, по-моему, у нас до сих пор не было еще. И, конечно, Леша, который, по-моему, построил на этом слете все, что только можно. Ну и все-таки старания команды, которая в Москве загрузила пол-хюндая досками, которые в него с трудом помещались, не пропали в туне. Первое место команда «Овердрайв». Ой, а ты упорное животное! Спасибо. Да, вот такое. Еще мы решили в этом году ввести такую новую номинацию спонтанно. У нас есть несколько блоков выступлений, и у нас есть команды, которые в каждом блоке выступают, как кажется зрителям, чуть лучше, а какие-то еще чуть лучше. Ну, это не совсем окончательная, не совсем настоящая победа, но мы думаем... Все же, не совсем настоящая. Это не совсем честная победа в своем блоке. Помните об этом. Да, и у нас блоков четыре, но доскоров мы вручим всего два, они совершенно равнозначны, поскольку остальные две команды стали обладателями звания «Лучшее выступление вообще». Итак, в номинации «Лучшее выступление в блоке» награждаются команды «Баранки-Гном». И «Зубрыс!» Так что думайте теперь, куда вам и как жребиться. А вот, кстати, замечательная номинация «Лирикс», введенная в прошлом году, по идее, Сергея Минаева. И, в общем, я согласен, что это хорошо. Эту номинацию надо плодить, размножать и всячески поощрять. Очень четко выделившиеся три места, просто как на пьедестале. Третье место в номинации «Лирикс», а еще раз поясню, «Лирикс» — это, как бы, насколько литературен сценарий его исполнения. То есть не насколько там это фундаментально или там четко и хорошо, но насколько это именно литературно с точки зрения литературы, насколько это стихотворно с точки зрения стихосложения и так далее. Итак, третье место в этой номинации достается команде «Зёбры» с их греческой трагикомедией и, в общем, непонятно чем. И, собственно, автору этого «Лирикса», насколько я понимаю... Придумал не я кто-то другой. Я много придумал, но не это. Ладно, хорошо. Второе место у команды «Зубры». И первое место достается команде «Эксэксэйн». Хочется сказать, что основную интересность литературную обработку делал Станислав Турецкий, который сейчас просто не здесь, а в городе. Похлопаем его! И, наконец, последняя номинация из тех, по которым у нас в этом году 4 места. Это «Женская роль второго плана». Там просто тоже они так равномерно-равномерно, вот аккуратно на 4 места попали, а дальше все уже гораздо меньше. Почетная, в общем, ненамного хуже, чем третья и вполне достойная четвертое место в этой номинации получает команда «Баранки Гну» и ведущая Светлана Ефименко. Света, как ты изменила? Она парик сняла. Третье место – это я понял или не понял, кто третье место занял? «Жена-блондинка» команда «Полешенки». Второе место – это замечательная ляля из команды «Островитяне» «Ульнас» из Могилова. И, наконец, первое место в номинации «Женская роль второго плана» «Снегурочка»! Екатерина Попова, команда «ХХЛ». «Снегурочка» тоже поменялась в лице, как я погляжу. Тоже парик сняла. Ну, давайте его расставим, что-нибудь, через костерки. Так, это вручили, это вручили, это вручили, это вручили. Давайте сделаем маленькую паузу, и Сергей Минаев расскажет нам про сношебательную вещь. Он вот, вот, он вроде тихий человек, а вот постоянно ходит, у него в голове вращаются всякие заказы. И тогда они формируются в слова, и ему удаются... Нас уже много, и мы уже не все здесь, мужиком. Ну, предпочтительно более 100 кг. Ну, в общем, нам это надоело. Худеть не будем. К людям с лета добавляются абсолютно равноценные, абсолютно равноправные леди с лета. Мы взяли на себя люди с лета, которые здесь сохранились, и сегодня проголосовали все это в составе 7 человек. После долгих и трудных обсуждений взяли на себя смелость создать первую группу леди с лета. В дальнейшем они будут приплюсовывать по одной леди с лета каждый год себе сами. Но первая тройка формируется сегодня, здесь, сейчас, на ваших глазах. Спасибо. А, о, о. И эти три прелестные леди... Эти три прелестные леди сейчас поднимутся сюда. Ирина Турыкина-Цымбал. Ирина Погасян. И Екатерина Серкен. Так что у нас теперь есть два элитных закрытых клуба, мужской и женский. И я хочу, чтобы вновь избранные дамы что-нибудь сказали. Спасибо. Ежегодно размножайтесь. У них в массе своей мужья есть, пусть они и помогают. Обсудим это в кулуарах. Так, все меньше и меньше остается до Оскаров, все интрижнее, интрижнее, интрига. И, по-моему, самое время отметить номинацию лучшие костюмы. В этой номинации, так же, как и с декорациями, с каждым годом быстрее, выше, сильнее. Вот, бери больше, кидай дальше. И, в общем, уже действительно поразительны те костюмы, которые порой... В которых команда порой выходит на сцену. У нас в этой номинации аж три вторых места, поскольку мы не смогли их разделить. И одно... Нет, три вторых и одно первое. Значит, второе место совместно зарабатывают, поскольку там практически неразличимый глазу разрыв. Три команды, напомню, номинация костюма это... Баранки Гном. Нормальные герои. И XXL. Но, все-таки, перед костюмами этой команды никто не устоял. И с солидным отрывом они занимают первое место. Титаническим. Это команда Овердрайв! И что самое интересное, что все костюмы команды Овердрайв сшиты вот этими вот руками. С огромным отрывом. Так, это было, это было. А, о, мы же еще не номинировали режиссуру. Напомню, чем сценарий отличается от режиссуры. Сценарий это то, насколько это здорово читается. Но не с точки зрения литературности, а вообще. Чтобы это было похоже на сценарий. Некоторые пишут, они мысли вслух. А тут он проходит туда, а потом вот. Нет, там был другой потрясающий момент. Звучит музыка из Терминатора, только громче и другая. Под нее герой очкует к краю сцены. В общем, конечно, это хороший, наверное, текст. Его, наверное, можно хорошо сыграть, но сказать что-то сценарий, как-то язык не поворачивается. А режиссура это то, насколько даже не очень хороший сценарий. Насколько он гладко и профессионально смотрится в исполнении с точки зрения... Цельно. Цельно, комплектно, форматно и т.д. и т.п. И в этой номинации редколлегия практически единогласно выбрала победителя. Это команда Островитяне. И ее, насколько я понимаю, режиссер. А, или режиссеры. Группа. Много, судя по всему. Дело в том, что буйство коллективного разума, оно не случайно было показано. Мозг у нас взорвался. Вам не знаю, взорвало или нет. Действительно, девчонки, да столько же, сколько я сделал. Спасибо. Еще у нас есть... О, точно. У нас же есть еще номинация «Эпизодическая роль». Саша, 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 Саша! А что, куда вы так торопитесь-то? Я еще даже не начал. В этой номинации у нас одно первое, два вторых места. Второе место с очень плотно пришедшей практически ноздря в ноздрю. Это военком в исполнении Валерия Добровольского из команды «Капитанские тещи». Жалко, что он уже уехал. Очень хорошо, что он твой крестный. И тапок в исполнении Елены Савенковой. Команда «Баранки Гном». На сцене-то было больше. Но первое место со значительным отрывом занимает... Сантехник из команды Александра Повешина. А вот он что-то похудел наоборот. Парик снял. Это эпизод «Крыса». Это не вся «Крыса», это ее эпизод. Вот это эпизод «Крыса». Мы, наверное, не пояснили, но поскольку в этом году у нас на значке «Крыса» или «Мышь» непонятно. То и на всех «Доскорах» тоже у нас «Они». Мыши? На всех! Там не вся «Мышь». Там тоже что-то к «Мыши» относится наверняка. Это как в той истории. Видишь суслика? И я не вижу. А он есть там, на самом деле. Номинация. Номинация, номинация. Лучшая женская. О, точно, да. Еще у нас лучший звук и лучший танец еще не вручены. Из не самых главных. Но, несомненно, важных. В номинации лучший звук у нас вручается три места. Первый, второй, третий. Опять-таки, там достаточно все понятно. Четыре. Звук? Да, извините. В номинации «Звук» там четыре. Просто мелкий шрифт, это глаз на соседней строчке слетает, бывает. Итак, да, номинация «Лучший звук». Четвертое место, вернее, третье место. Делят между собой две команды. Это нормальные герои. И островитяне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ